Малый бизнес. Большие успехи. Малого и среднего предпринимательства в регионе стабильно растет количество людей, занятых в малом и среднем бизнесе. В этом году превышена планка в 450 тысяч человек. Увеличивается число самых малых предприятий. Сегодня механизмы господдержки бизнеса настолько многообразны, что каждый может найти то, что будет способствовать развитию его предприятия. Как чувствует себя бизнес в Самаре? Нуждается ли он в поддержке и какой именно? Поговоря сегодня с гостем в студии Владислав Иванович Зотов, заместитель главы городского округа Самары, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Владислав Иванович, как же чувствует себя бизнес в Самаре? В целом нужно отметить, что бизнес в Самаре себя чувствует неплохо. Если у нас в целом по стране к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся примерно 22% трудоспособного населения, то у нас в Самаре эта цифра сейчас находится на уровне 24%. Поэтому мы чуть-чуть, но лучше себя чувствуем, чем в целом Российской Федерации. Давайте поговорим все-таки о национальном проекте. Вот на языке федеральной программы на кого в первую очередь рассчитана она и вот на языке предпринимателей. Как они себя чувствуют в этом плане? Ощущают ли поддержку наши самарские предприятия и предприниматели, конечно? Ну, президент нашей страны и, конечно же, губернатор ставит перед нами задачи для того, чтобы любое физическое лицо, которое хотело бы стать предпринимателем, могло чувствовать поддержку со стороны города, со стороны области, со стороны федерального центра от момента зарождения идеи и до момента выхода на экспорт. В этой связи работает федеральная программа малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, которая предусматривает улучшение ведения бизнеса, улучшение доступности для бизнеса к финансовым услугам и также акселерацию и поддержку малого и среднего бизнеса. Есть на территории городского округа Самара наша программа развития малого и среднего предпринимательства, которая предусматривает имущественную поддержку, финансовую поддержку, консультационную поддержку. И любой предприниматель, который уже находится в бизнесе и ведет его либо успешно, либо не очень, обратившись к нам в департамент, либо бизнес-инкубатор, естественно, может получить консультационные услуги по любому абсолютно вопросу. Кроме того, даже вы, если не являетесь предпринимателем, вы точно так же можете обратиться к нам в департамент и получить исчерпывающую информацию, как начать бизнес, что за этим следует, каким образом открыть расчетный счет, какие программы обучения получить, куда можно вывести свою продукцию и предоставить ее на обозрение. Ну и в том числе вывести свою продукцию на экспорт. Все это мы делаем, помогаем. Спасибо. Я проанонсирую, что наша программа выходит в прямом эфире 202.11.22. Если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, добро пожаловать к нам в прямой эфир. Вы сегодня можете задать свои вопросы, если вдруг вы хотите открыть свое дело и не знаете, с чего начать, либо у вас есть уже успешный бизнес, дозванивайтесь, наша программа вам в помощь. Спасибо. Владислав Иванович, вот давайте сейчас перейдем к частностям. Да, все-таки по программе понятно, но вот какую конкретно помощь оказывает наш департамент? Вы сказали, что финансовую, информационную и так далее. Вот давайте начнем с финансовую, потому что это, как всегда, актуальный вопрос для предпринимателей. И всегда они ждут помощи. Как ее можно получить? Мы точно так же повторим эту историю. Сейчас эти заявки рассматриваются в конкурсной комиссии. Ну, естественно, есть критерии отбора. Те грантополучатели потенциальные, которые будут соответствовать наиболее успешным критериям, получат эти гранты. Гранты выдаются на уже понесенные расходы до 350 тысяч рублей. Точно такую же сумму мы планируем выдавать и на следующий год. Запланированные в бюджете средства на этот год 23 миллиона рублей. Возвратные ли это средства? А посильно ли предпринимателям самостоятельно, либо с чьей-то помощью собрать весь этот пакет документов, выдержать конкурс и так далее? Я имею в виду, что доступна ли эта помощь, либо нет? Во-первых, средства мы отдаем на абсолютно бесплатной и безвозвратной основе. Как я уже отметил, это уже понесенные расходы. Единственное требование здесь к надлежащему оформлению документов. К сожалению, практика показала ситуацию, когда не вся документация, которая является неотъемлемой частью бухгалтерского учета, соответствует тем требованиям, которые предъявляет наше законодательство. Еще раз повторюсь, не мы. То есть с точки зрения здравого смысла, вроде бы предприниматель, приобретая как физическое лицо те или иные основные средства, потом использует его как индивидуальный предприниматель. Однако в бухгалтерском учете это все выглядит несколько иначе. Поэтому нужно приобретать эти основные средства как индивидуальный предприниматель, а не как частное лицо. Это частный случай. Понятно, что таких, к счастью, не очень много. Поэтому конкурс, безусловно, у нас есть. Но заявляться необходимо. И вариант того, что именно вы получите грант, он очень высокий. Какие еще существуют преференции в помощь предпринимателям? О финансовой мы оговорили. Есть еще информационная поддержка. Вот буквально сегодня состоялся форум «Самарский бизнес от АДАЯ». Вот чем полезен такой опыт для предпринимателей? Я сейчас, наверное, еще расскажу. У нас помимо информационной поддержки, а это на территории города три очень крупных мероприятия. Это «Самарский бизнес от АДАЯ», это «Турпритяжение» и это «Сделано в Самаре». Все эти мероприятия уже состоялись. Сегодня вот как раз окончательное мероприятие мы провели «Самарский бизнес от АДАЯ». Присутствовало и экспонировало свою продукцию и услуги 150 предпринимателей. Сейчас вот по подсчетам 1200 человек посетило данное мероприятие. Естественно, помимо экспозиции товаров и услуг, которые проходило, это, кстати, в «Экспо-Волге», проходили еще семь круглых столов и семь мастер-классов, где как раз спикеры и групповые работы, они позволили, ну, первое, наладить связи, установить новые контакты как среди поставщиков, так и среди своих потенциальных потребителей. Форум этот проходит на ежегодной основе, он очень популярен, но, на наш взгляд, он способствует и помогает предпринимательскому сообществу вести свой бизнес более успешно. Не знаю, имеет ли смысл говорить о том, что мы еще выставочные экспозиции на абсолютно бесплатной основе проводим в других городах. В этом году мы провели девять таких мероприятий. То есть наши предприниматели едут бесплатно и принимают участие? Помимо городского округа Самары, для тех, кто хотел бы экспортировать свою продукцию, либо ее реализовывать на территории других регионов, мы и в этом году, и в следующем году организовываем от 10 до 16 выставочных экспозиций, где предприниматели на абсолютно бесплатной основе мы организовываем стенд, делаем контент. Единственное, что нужно, это приехать и абсолютно бесплатно предоставить свою продукцию, либо свои услуги на территории Москвы, Уфы, Питера, Санкт-Петербурга, Казани. Отраслевой разрез очень разнообразен. Это и туристические услуги, это и промышленность, это и металлообработка, это и легкая промышленность. Кроме того, мы решили на следующий год формировать данные выставочные экспозиции, исходя из заявок, то, что действительно необходимо нашим предпринимателям. То есть предприниматели сейчас, включая февраль месяц, могут к нам заявиться, я хотел бы поучаствовать в той или иной выставке в таком-то городе. Мы будем эти заявки все аккумулировать и формировать уже пакет предложений, исходя из как раз заявительного характера. А вот скажите, пожалуйста, заявку может подать абсолютно любой предприниматель, неважно, какой у него капитал и оборот, малый ли это бизнес, либо средний. И скажите, пожалуйста, вот обратная сторона, учитывается вот кого ждут, кого хотят видеть, с кем хотят общаться? Ну, у нас запретительных, наверное, никаких процедур вообще нет. Единственное, кому не может быть оказана мера поддержки, это ломбардам, паевым фондам, профессиональным участникам рынка ценовых бумаг, страховым компаниям. Ну, то есть сфера в основном финансов здесь затрагивается. Ну и горный бизнес, его у нас нет, он тоже, кстати, не подпадает под меры поддержки государственных и муниципальных. В этой связи абсолютно любой предприниматель, работающий в абсолютно разной сфере, к нам может обратиться и заявиться. Предпочтений мы никаких не отдаем, для нас любой предприниматель очень важен. В этой связи мы поэтому с такой широкой линейкой и пытаемся сформировать предложение для того, чтобы любой предприниматель мог заявиться не только на территории Самары и Самарской области, но еще и в других регионах. Для нас это очень важно. Эта программа будет продолжена вплоть до 2024 года. Кроме того, необходимо отметить, что финансовая составляющая и поддержка год от года будет расти. Ну вот все-таки год заканчивается, я так думаю, что стоит подводить какие-то итоги. Как вы вообще оцениваете эффективные меры поддержки, которые были оказаны департаментом, в котором вы работаете, предпринимателем. И может быть есть уже какие-то отзывы, разумеется, какие-то слова благодарности. Вот как у вас налажена связь с предпринимателями в этом плане? Насколько эффективно, время, безусловно, покажет. Но тот национальный проект, который начал свое движение в январе этого месяца, и будет этот национальный проект у нас проходить вплоть до 2024 года, он, конечно, обозначил те цели, которые должна достичь и страна. А у нас примерно 19 миллионов людей относятся к среднему и малому бизнесу, а должно быть 25 миллионов. Если говорить о Самаре, то сейчас это цифра 64 тысячи предпринимателей. Вы в своем докладе озвучивали региональные цифры. Поэтому предпринимателей в городе Самары к концу 2024 года должно быть больше 100. А если говорить в процентах, то сейчас это, как я и говорил, 24%, а должно быть примерно 33. То есть мы четко понимаем, куда мы должны прийти, что мы должны делать. У нас существует программа малого и среднего предпринимательства, которая как раз все те деньги и все те меры, которые в этой программе существуют, они направлены на развитие. И если посмотреть на эту программу, она, естественно, в свободном доступе, можно на сайте администрации с ней ознакомиться, то в этой программе существует и акселерация. То есть тогда, когда предпринимателю необходимо пройти курс обучения, так, собственно говоря, и вывод его уже на экспорт, когда мы его за ручку ведем в региональный экспортный центр, и уже с ним, с непосредственно потенциальным экспортером, начинают заниматься на уровне региона. Поэтому первая задача, которую мы для себя, для департамента ставили на этот год, это охватить максимальное количество предпринимателей, людей, для того, чтобы они узнали о том, что такие меры поддержки есть. Они есть на муниципальном уровне, они есть на региональном уровне. Что эти меры поддержки будут происходить, включая 2024 год. Дальше мы посмотрим, если они будут эффективными, естественно, мы все это продолжим. И для себя, естественно, те показатели цифровые по охвату физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, я могу с уверенностью сказать, мы их достигли. На следующий год мы ставим перед собой более амбициозные цели. У нас там количество кратко возрастает. И субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц. Но у нас и денежный ресурс на эти цели становится несколько больше. Вот хотелось бы еще коснуться категории ИП и самозанятые. Это тоже предприниматели? Конечно. Насколько им комфортно развивать свой бизнес в Самаре? Ну, наверное, и для индивидуальных предпринимателей, и для общества, граничной ответственностью. А и те, и те, они, естественно, могут находиться на упрощенной системе налогообложения. Цифры, которые есть в Самаре, говорят сами за себя. По сравнению с 2017 годом у нас рост предпринимателей находится на уровне 15%. Если говорить о предварительной итоге 2019 года, то рост предпринимательского сообщества у нас составляет порядка 10%. Это хорошие цифры? На самом деле, они очень серьезно стали отличаться от предыдущих годов, потому что у нас был период экономических кризисов, естественно, был спад. Вся эта цикличность, она распространяется и на предпринимательское сообщество. Поэтому, если мы заданный темп сможем сохранить и в будущем, то 33% к 2024 году мы точно достигнем. Спасибо большое, Ласаф Иванович. А вот уверена просто, что знакомы с опытом других городов. Скажите, пожалуйста, а вот насколько здорово, комфортно, успешно развивать бизнес в Самаре? Вот стоит ли в нашем городе сейчас открывать свое дело? На мой взгляд, вообще стоит свое дело открывать абсолютно в любом городе. Другое дело, что в нашем городе существует департамент, существуют региональные субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства, которые готовы оказать конституционную поддержку на абсолютно бесплатных условиях, имущественную поддержку. То есть предприниматель может на льготных условиях воспользоваться и получить в аренду помещение, включая оргтехнику. Предприниматель на уровне города и на уровне субъекта может воспользоваться грантовой поддержкой, которую город осуществляет. Если мы говорим о субъекте, об области, то он может получить кредит на льготных условиях от 3 до 7%. Кроме того, предприниматель может получить поддержку в виде организации выставочных экспозиций, о которых я говорил чуть выше, причем в других городах. Предприниматель, кроме того, может получить поддержку в виде обучающих семинаров и программ. Причем эти обучающие семинары и программы, а их было 16 в этом году, на следующий год мы планируем их увеличить процентов на 30-40. Эта программа проводится абсолютно бесплатно, но самое интересное, они проводятся как для тех, кто только хотел бы стать предпринимателем, так и для тех, которые хотят уже свою продукцию поставлять на экспорт. Само собой, есть программы, которые оказывают поддержку для того, чтобы бизнес стал более эффективным. Где-то в затратной части, где-то в части прибыли. Мы приглашаем очень хороших спикеров и педагогов, которые действительно имеют опыт, в том числе в своем бизнесе. Я хочу сказать, что эти программы очень большим успехом пользуются, и мы эту практику продолжим в следующем году. Вот, судя из разговора с вами и с предыдущих спикеров в рамках программы «Малый бизнес. Большие успехи», я вижу и слышу открытость власти. Вы идете навстречу предпринимателям, а вот насколько это, можно сказать, если выразиться такими словами, эта любовь взаимна. Что говорят вам предприниматели? Чего не хватает на сегодня? Что нужно для развития бизнеса? Ну, предприниматели привыкли, естественно, полагаться на самих себя. Это абсолютно верно, это абсолютно правильно. Здесь мы только можем помочь. Если говорить о федеральном центре, ну, наверное, это ставка рефинансирования, а в результате это процентные ставки со стороны банков. Если говорить о городе и об области, у нас есть свои возможности, которые мы используем, ну, на мой взгляд, с этого года на все сто. Ну, первое, это нужно отметить те цифры денег, которые заложены в программы, как в городе, так и в области. Таких денег никогда нет. Поэтому говорить о том, что лед тронулся, можно точно, с очень большой уверенностью. То, что станет комфортнее и уже стало комфортнее вести свой бизнес, это совершенно точно. К слову, я хочу сказать, что у нас, во-первых, в МФЦ еще открылось шесть охон, специализированных для бизнеса, где каждый предприниматель в режиме одного окна может заявиться и получить услуги по 154 позициям. С момента открытия, подключение к коммуникациям, заказать бизнес-план, заказать каких-то консультантов. Причем в большинстве своем, в подавляющем большинстве эти услуги абсолютно бесплатно оказываются предпринимателям. Владислав Иванович, у нас есть звонок от телезрителей, я предлагаю его послушать. Здравствуйте, вы в эфире программы. Ваш вопрос? Здравствуйте. Вопрос можно задать? Да, конечно. У меня вот какой вопрос. У нас семейный бизнес существует уже три года, а мы занимаемся производством корпусной мебели для офисов. И, в общем-то, все неплохо за это время у нас продвигается, есть прибыль. Ну вот, буквально в последний год мы ощутили, что есть определенные проблемы с бизнесом. И даже, собственно, знаем план, как реализовать и как его поднять. Вопрос финансовой помощи. Можем ли мы, имея уже как бы бизнес не с нуля, обратиться куда-то за субсидии, чтобы не обращаться в банк и не брать кредит в случае высоких процентов? Спасибо большое. Очень интересно. Самый главный вопрос актуальный. Владислав Иванович, ответить сможете? Ну да, я здесь опишу две ситуации, которые могла бы помочь в этом вопросе. Первое, вы можете, естественно, обратиться к нам в департамент, ну, в город, и заявиться на грантовую поддержку. Единственное, в этом году уже это не получится, но на следующий год точно получится. До 350 тысяч рублей мы выплачиваем на уже понесенные расходы на основные средства. Поэтому здесь у вас шансы очень высокие. Если говорить о оригинальном уровне, у нас есть гарантийный фонд. Самарской области, который выдает кредиты, не являясь кредитной организацией, по ставке от 3 до 7 процентов. Она очень является, на мой взгляд, приемлемой и комфортной. Если говорить о кредитах в банке для малого и среднего бизнеса, то тут, наверное, ставки от 12 до 16 процентов. И то это для тех, кто действительно уже состоялся и твердо стоит на ногах. Если будут вопросы, вы можете зайти на сайт администрации, получить всю исчерпывающую там информацию. Спасибо большое. Программа продолжается. Это прямой эфир 202.11.22. Если есть вопросы, дозванивайтесь и получите квалифицированный ответ. Владислав Иванович, ну вот предыдущий телезритель навеял меня на такую мысль. Пожалуйста, расскажите о сроке выдачи грантов. И бывает, и очень часто такая ситуация в бизнесе, когда деньги нужны вот прямо сейчас, можно сказать, вчера. Вот что в таких ситуациях вы могли бы посоветовать? Все-таки куда обращаться? Ну, если говорить о деньги прямо сейчас, это все-таки ГФСО, Гарантийный фонд Самарской области. Но деньги там не бесплатные, они процентные. Если говорить о грантах, о грантовой поддержке, она у нас ежегодно теперь будет проводиться. В этом году цикл завершился. До 2 декабря мы принимали заявки. Сейчас эти заявки конкурсной комиссии рассматриваются. Ну и после конкурсных процедур мы определимся с грантополучателем. На следующий год грантовую поддержку мы планируем. Можно заявиться, но эти деньги не будут вам выданы вот именно в тот момент, когда, возможно, они вам нужны. Они выданы будут, скорее всего, в третьем квартале следующего года. Но эти деньги, первое, бесплатно, и они на безвозмездной основе предоставляются. Скажите, пожалуйста, вот эти гранты, они выдаются только раз в год, либо есть какая-то цикличность и периодичность? Вот предоставил документы, получил. Опять приобрел оборудование, основные средства, опять накопились чеки, правильно я понимаю, на еще получение. Вот каким образом строится это? Если бы у нас денег было исчерпывающее большое количество, безусловно, мы бы грантополучатели, наверное, одаривали данные позиции ежегодно. Нет, можно получить грант единоразово. У нас эта программа будет действовать до 2024 года. Любой может заявиться, предоставить необходимую документацию о понесенных расходах и получить этот грант. Но один раз. Спасибо. Все-таки хочу вернуться к вопросу обучения предпринимателей, азы, бухгалтерской деятельности, воркшопы, различные форумы. Очень популярна эта услуга, и сами предприниматели охотно идут на обучение. Вот каким образом налажена работа в этом плане, расскажите, пожалуйста. И вот вы ставку делаете на это серьезную? Да, обучение, оно, во-первых, востребовано, во-вторых, оно действительно оказывает серьезную помощь, и бизнес от этого становится более эффективен. Я бы здесь на две части разделил нашу форму поддержки. Первая часть, когда наш департамент организовывает обучающие семинары, мастер-классы, они иногда не одним днем ограничиваются, а они имеют, естественно, цикличность, там до 10 дней, где как раз любой, тот, кто хотел бы стать предпринимателем, либо тот, кто уже является таковым, но хотел бы улучшить свои позиции на территории городского округа Самары, либо за территорией города. То есть мы эти курсы планируем и делаем. Заявиться можно к нам в департамент. По интересующим темам мы найдем точное предложение. Кроме того, на территории города Самара работает самарский бизнес-инкубатор. Эта организация находится на главной 3, 2,5 тысячи квадратных метров. На бесплатной основе проводят огромное количество конференций, воркшопов, семинаров. Есть у них сайт прекрасный. Естественно, они представлены в соцсетях. Нужно просто подписаться и точно понимать, когда какое мероприятие вам наиболее, скажем так, удобное будет проходить. Кроме того, этот бизнес-инкубатор в том числе оказывает имущественную поддержку. То есть вы на льготных условиях можете там снять офис с мебелью, с арктехникой и прямо с завтрашнего дня начать свое дело. Кроме того, совершенно бесплатная основа. Там есть прекрасные конференц-залы. Там есть большие переговорные. Они оборудованы необходимой техникой. Вы можете заявиться и провести свое мероприятие на этой территории. Территория эта еще и обладает прекрасной стоянкой, где ваши гости и посетители не будут испытывать никаких трудностей. Поэтому первое – это обучающие курсы, которые мы проводим ежегодно. Можно ознакомиться с тематикой на сайте администрации. И можно обратиться в бизнес-инкубатор, подписаться и точно так же смотреть и получать ту полезную информацию, которая вам необходима. Не могу не задать вам вопрос про бизнес-наставничество. Какая у нас имеется положительная динамика? Вообще успешна эта бизнес-история в нашем городе? Безусловно. Бизнес-наставничество – это история долгая. На советских времен началась. Потом как-то они немножечко забыли. Теперь, наверное, новые краски это все приобретает. Опять на территории нашего бизнес-инкубатора любой желающий начать свой бизнес может получить своего наставника, где его буквально за ручку будут вести от момента зарождения идеи, расскажут о тех отраслях, которые являются наиболее востребованными в нашем регионе, где конкурентная среда наименее острая, и где успешность начала ведения его бизнеса будет очевидной. Поэтому нужно, единственное, не стесняясь прийти, заявиться о своих желаниях, сказать, что я хочу, каким образом я хочу, куда я хочу прийти. И здесь, на территории бизнес-инкубатора, вам помогут определиться с тем, чем вы должны заниматься, определиться с обучением и обучающими программами, которые вы можете получить бесплатно, в конечном итоге выехать с вами и показать на выставках ваши продукции и услуги, ну и, если есть необходимость, помочь в финансировании. Спасибо. Последний вопрос успею все-таки задать. И не могу вас не спросить. Все-таки, подводя итог нашему разговору, что можете пожелать начинающим предпринимателям? Пожалуйста. Ну, наверное, предпринимателям всегда нужно желать успехов, удачи. А самое главное, не бояться и верить в то, что вы задумали. Это обязательно сбудется. А с теми мерами поддержки, которые сейчас существуют на уровне города, на уровне субъекта, эти все идеи можно воплотить в жизнь с неименьшими потерями для вас. Нужно не бояться, заявляться, двигаться вперед и получать прибыль, удовольствие и чувствовать себя прекрасно. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Малый бизнес. Большие успехи». Остается пожелать удачи вашему бизнесу. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова